Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас еще в поселке Витязево и сегодня мы отправляемся в Благовещенскую. Посмотреть как там, что там и почему там. Надеюсь, что море будет хорошее, а то столько пропилить из Витязева и не искупаться будет прям обидно. Время у нас сейчас прям, я бы сказал так, адское. 12.23 и мы выезжаем в Витязево. Надеюсь, не забуду сказать во сколько мы до туда добрались. Мы выезжаем по новой объездной нашей. Светлана сейчас восторгалась, то как хорошо, что можно теперь так быстро бац и выехали. И не надо пилить из Витязева. Действительно просто восхитительно. Часто все спрашивают, почем у вас бензинчик. Вот, пожалуйста, смотрите. 92.43.80, 95.48.25 и дизельное топливо 46.20. В Благовещенске так там вообще никого нету. Сейчас у нас 12.55. Мы добрались. Вообще пустой поселок. Просто 1 сентября и никого, друзья. Здесь у нас платный въезд, проход бесплатный, въезд платный. И машины, честно, не очень много. Как-то в начале сезона вот мы приезжали, столько же стояло там. Может быть тут так всегда, потому что не все хотят платить. Здесь парковка 150 рублей где-нибудь с правой стороны ездить. Это уже получается как бы курортная немножко так часть, где расположены разные базы. Ну, допустим, мы сейчас с левой стороны проезжаем. Это Малахит. Здесь открою, что нормально. Так вот здесь какой-то комплекс. Отель строится. Не, много машин, потому что там вначале в поселке все разъехались, а вот здесь поближе к морю, а может быть и на море они все приехали просто на бесплатной парковке, чтобы дойти. А может быть, именно отдыхают. Мы едем туда дальше, прям конкретно дальше, чтобы поменьше людей. То, ради чего мы сюда приехали. Кайфуют, говорят, вон сдаются, живут в этих домиках. Такие-то, даже не знаю, как это назвать. Курятчик. Курятничек. Вот этот с трубой, наверное, дороже всех стоит. Зато море близко, да? Элита. Элита. А новая близко, как это? Элита. Вон впереди этот большой аурам. До него нету, кстати, асфальта, что самое смешное, но перед ним есть. Добрались. Она по один здесь база, отдыха нравится. И вот следующий аурам. Вот, бац, возле него асфальт. Красота. Вот так вот среди полей стоит такой комплекс элитного отдыха. Все включено и очень дорого, да? То есть, ну, прикольно. Элитные машинки. Да, еще попробую здесь место найти, чтобы припарковаться. А вот с левой стороны забора мы умудрялись проходить. И вот мимо этого элитного комплекса как раз-таки идем на море. Смотрите, это все занято. Везде полотенчики висят. Здесь вот домики на этой базе. Правда, там написано было проход воспрещено, так с наглыми лицами чисто мимо прошли. Здесь на этой базе эти люди отдыхают с палатками. Кто-то просто домики снимает. Горка такая немножко прикольная. От катамарана отломана. И здесь вот рядышком опять-таки с заборами аурум этого проход. В начале сезона снимал эту табличку, пьяный укупаться запрещено. Ее выломали и бросили, да. Вернись за стол. Да, люди говорят, ну что, ради чего приезжаем здесь отдыхать? Чтобы бухать. Вот так вот даже надо. Есть собственный фуд-трак на пляже. Вот так вот. Маски, прогулки, рыбалки. Что тут делать, гидроцикл, это, конечно, страх вообще. Вот так вот выглядит пляжик, ребят. Абсолютно пустой и кайфовый. Почему? Вблизи берега этого человеку надо делать. Видите, где цикле сам кататься. Ну, подплодом подачи там крутись, вертись. Поближе к воде. Непонятно, нет. Конечно, может, есть какой-то свой замысел. Хорошо, тут буйками ребенок-папа огородом расположились. Тени у нас 28,2. Бесплатная тень, ребят, бесплатно. Ну, мы на пляж пробирались на этот. Незаконно, так сказать, так что все хорошо. Ну, тут люди прям отдыхают хорошо. Здесь не всем понравится. Он вроде бы и кварц, но в перемешку с большим количеством ракушки. То есть для ног это вот не очень прям удобно. Красота. Единственное, что в Баге, видите, море мутноватое. Ну, я думаю, сейчас везде, где волна, она везде будет такая. Температура вот вышла из потеней. Почти тридцаточку показывает. На солнце гораздо больше. Сейчас мы узнаем температуру. И я вам предлагаю немножко понаблюдать за волной. Чем вот благовещенка многих предвлекает? Тем, что здесь сразу глубоко, ну, как глубоко, да? Ну, и здесь это и минус. То, что вы тяжело будете заходить в водичку. Водоросли, да. А можно было купаться в Витязево в Чистом? Не факт, нет. Да, да, все. Все, пока. Ну, давайте понаблюдаем за красотой волны. Водоросли, да. Водоросли, да. Водоросли, да. Водоросли Водоросли Субтитры делал DimaTorzok Девчонки вообще угорают Такого захода в море я еще не видел Ну прикольно Почему бы нет, если настроение позволяет Ну и мы отправляемся с вами теперь в водичку Посмотреть, что там интересного происходит Субтитры делал DimaTorzok 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 Девчонки 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 Девчонки